поехали работа с опахалом вот мы дошли до момента когда у нас полная подача пара самая первая и это момент когда тебе в этот пар лезть нельзя просто категорически не надо потому что ты если сейчас у тебя там есть там твои 10 минут на подвиг до или 20 минут чтобы поработать в пару голова угорит улетит если ты слишком долго просидишь в пару головой проторчишь поэтому первая обильная подача и сразу спрятался ушел и отслеживаешь ручкой докуда дошел пар вот он пирог встал паровой где-нибудь в 20 сантиметров ты уже с этим паровым пирогом уж как чего-то работать я расслабился как лежал здесь но смысле сидел у меня там табуриточка на вот нечто среднее между диваном вот этой ручкой вот на такой высоте я примерно сижу беру со стенки два пахала то что вы сегодня и будете делать и начиная очень аккуратно самой нижней территории тихонечко вот так вот его оглаживать срезая порог с парового пирога чуть-чуть срезая и все время следя за тем как он на это дело реагирует я все время смотрю на его глазки не морщится ли не начал ли такой там зажиматься и так далее смотрю отслеживая руки то у меня в это время без перчаток соответственно я тоже чувствую примерно ту же самую температуру мало того ушами то я все-таки в этом пару то есть и уши у меня немножко выше его спины соответственно я его не обожгу если обожгу его я обожгу себе уши ну по крайней мере есть на это надежда и потом потихонечку опахала начинает подниматься все выше и выше пар уже перемешался если вдруг стало слишком горячо я почувствовал это что его там прижало я делаю хитро я просто беру и снизу поднимаю холодный воздух опахала то есть действие внизу меня запас холодного воздуха соответственно я его снизу подкинул и и дальше продолжил уже перемешанном паровом пироге работать и в результате не сходя с этой точки не поднимаясь сидя на табуреточки сзади я из самого дальнего угла бани вытаскиваю застоявшийся уже пар отсюда тоже вытаскиваю и начинаю вот таким вот образом работать и для начальные для начального этапа этого в принципе достаточно я выхожу уже под потолок но когда начинается у меня уже недостаточно так сказать пара да то есть вроде температура такая выровнялась мне бы перемешать теперь окончательно я просто беру опахала в две руки стою и начинаю работать как весло либо нежно и мягко либо уже уверенно и в большом объеме чем отличается пар при мне принесенная пахалом и пар принесенный веником веник даст дополнительную влажность и капли он в хорошем пару тут же сконденсирует на себя и он принесет дополнительно еще капли а капли пока свинника будут лететь до человека перегреются и они будут ожоговыми точками и это опасно работать в очень жестком пару сразу вениками которые конденсируют на себе влагу немножко опасновато и все время приходится стряхивать потом снова работать опять стряхиваешь опять работаешь они на себе конденсируют воду и это влага если на него начнет брызгать а значит резких движений я уже не сделаю с них полетят капли и эти капли долетая нагреются поэтому первый самый такой жесткий порог я беру и делаю безопасно эта штука никогда не конденсирует на себе влагу она никогда не собирает на себе воду соответственно получается абсолютно сухой вот такой вот потрескивающий пар он такой колючим прямо до мурашечек вот я рассказываю мурашки по коже потому что но это вот такой вот очень вкусный пар я могу очень точечно принести в любую точку куда мне нужно очень такой конкретно и даже в паховую зону я могу нагрести нужное количество пара туда где веником не очень-то залезешь и в принципе есть еще вариант прикрыть человека то есть чтобы ему в прямую в лицо не летел порог и подоткнуть одеяло ему то есть вот таким вот образом чтобы в лицо четко не летела да его немножко защищаю одним опахалом а вторым опахалом под подтыкаю одеяло чтобы не было излишнего перегрева у опахала как видите одна сторона прямая вторая сторона загнутая поэтому я работаю загнутой стороной вниз а вторая сторона я подтыкаю одеяло и человек я полностью согрел как по факту но при этом половину времени я находился в нижнем положении соответственно я сэкономил себе три или четыре минуты жизни ну или две минуты жизни а так как у меня всего здесь 15 минут максимум пока я еще в состоянии стояние потом начнутся искажение искажения уже образа да это очень большая цифра я много что экономлю и я бы мог сделать все то же самое опахальными вениками огромного размера да но разница во первых в том что веники мокнут и принесут еще и влажность то есть это будет совершенно другой пар вот этого колючего покалывающего такого сухого пара не будет и во-вторых этот веник стоит как два обычных вот чтобы сделать вот такой огромный веник опахальные это еще не опахальными такой дни с нечет средний опахальными это где-то 70 сантиметров в диаметре он стоит как два обычных дубовых работаешь ты им один раз но максимум два на третью баню вряд ли доживет работные венчики которыми ты работаешь в контакте они доживают еще на третью на пятую может быть даже на десятую баню а вот опахальные у них листья скручиваются они перестают грести воздух поэтому опахала одно отбивает примерно 50 вот таких вот опахальных веников то есть она себя окупает там где-то в 10 раз и сегодня то есть не сегодня по окончанию курса кто-то из вас заработает опахала по мнению судей до татьяны паши или меня мы кому-то из вас лучшему ученику у кого успеваемость будет лучше всех присудим опахала вот такой вот белая пахала она будет вручена вот опахала . рука она сейчас запечатана потому что подготовлены как практику так что кто-то из вас с ним уедет домой на каждом курсе у нас есть новый герой который забирает опахала пропахала пока все парень человека дальше